Детское счастье Детское счастье Проблема давняя. В регионе много делового леса, однако он полностью не вырубается, а перерабатывается вообще только 25%. Теряются деньги и страдает экология. Детское счастье Мы северяне, поэтому холод – это не проблема. Мне кажется, летом надо быть прекрасным. А после встречи со шведами Владимир Якушев оценил капремонт детских садов. Из четырех запланированных в этом году два уже открылись. 101-й получился ясельным. И места еще есть. Ангелина Лиско подробнее. Новоселье в 101-м саду Детское счастье Детское счастье Детское счастье Детское счастье Главное, о чем мы в принципе договаривались и эти договоренности муниципалитет четко исполнил, что должен быть стандартный подход. То есть приблизительно одинаковая мебель во всех дошкольных учреждениях, приблизительно одинаковый ремонт. Это гораздо упрощает, делает эту систему унифицированной. В садике есть два интерактивных столика. Они предназначены как для групповых, так и индивидуальных занятий. Одновременно допускается до 10 касаний. Ребенок может учиться рисовать, изучать географию и распознавать животных. Чтобы попасть в детсад, воспитатели проходили конкурсный отбор. Три человека на место. Желающих много, ведь средняя зарплата 32 тысячи рублей. А вот детские группы комплектованы пока не полностью. К нам попали дети по микроучастку. Попали из многодетных семей, которые очень остро нуждались. И детки из неполных семей. До конца этого года в Тюмени должны сдать еще более тысячи мест в детсадах. Капитального ремонта ждут еще 4 дошкольных учреждения. Ангелина Лесько, Сергей Мякишев, Сивинформбюро. Вместо обычных комнат сенсорные, а вместо шведской стенки скалодром. Как сегодня развивают детей в садиках? Увидите после блока событий. Достойный ли труд и какова социальная защищенность рабочих? Областные депутаты посетили два предприятия – Шлюмбирже и Тюменский трубный завод. На одном работают мастера высшего класса, прошедшие обучение за границей, а на другом заключенные. И помощь с реализацией продукции в охране труда нужна только трубному заводу. На Шлюмбирже депутаты не нашли проблем. Как я поняла, здесь и охрана труда на должном уровне, даже то, что нас конструктировали, дали все средства защиты, в отличие от других предприятий. И в какой-то степени есть социальная защита работающих. Я вот переговорила с одним работником данного предприятия, он говорит, что работать очень нравится, зарплата достойная. О будущем региональной столицы тюменцы пообщаются с губернатором области во вторник, 12 марта, в 15 часов на сайте интернет-газеты «Вслух.рум». Состоится онлайн-конференция Владимира Якушева. Задать любые вопросы, которые касаются развития региона в целом и о наболевшем частном, можно уже сейчас. Жители области уже спрашивают, каким губернатор видит решение проблем с пробками и даже о том, на что он ориентируется при определении стратегии развития области. Вопросы ждут в том числе и от блогеров. Я вот дал согласие на участие в интернет-конференции, которую будет «Вслух.рум» проводить. Поэтому это все говорит о том, что с этим сообществом мы готовы работать, мы открыты, готовы отвечать на любые вопросы, в том числе и острые. Запретных тем нет. Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних и жестокое обращение с детьми стали темой совещания в администрации Тюмени. Участники отметили, если в семье сложные отношения, то роль классного руководителя становится еще более важной. Все, кто находится в школьном пространстве, все, кто сегодня занимается с ребенком, максимально должны быть нацелены на его, скажем, благополучную траекторию развития, на его поддержку, на то, чтобы вовремя услышать и понять, что же у ребенка произошло и поддержать его. А тех, кто уже хорошо справляется со своими обязанностями и стоит на защите прав детей, отметили благодарственными письмами от администрации Тюмени. С одной стороны сложнее, а с другой проще. От воспитателей сегодня требуют серьезной подготовки к школе, но дошколят развивать стало интереснее. Можно и в гору подняться, и в воде поплескаться. Как играют наши дети, увидела Анастасия Косымова. Вот сюда. Подтягивайся, подтягивайся. Со страховкой тренера на таком мини-скалодроме могут заниматься даже двухлетние дети. Этот спортивный уголок для Тюмени пока новшество. Есть только в 83-м детском саду. Дети здесь у нас развивают свою ловкость, внимание, тренируют свой вестибулярный аппарат, растяжку вырабатывают, но еще и выплескивают свои эмоции. В морозные дни, когда детей не ведут на прогулку, недостаток двигательной активности восполняют здесь. Такие спортивные игровые комплексы есть во многих открывшихся после капитального ремонта садиков. На игровое и развивающее оборудование детских учреждений выделяют десятки миллионов бюджетных рублей. Было выделено достаточно финансовых средств на приобретение оборудования для детского сада. Я могу сказать, вполне достаточно. Мы смогли приобрести современное, новое оборудование. Изюминкой 85-го детского сада стали интерактивные столики. Компьютер, который реагирует на касание детских пальчиков, встроен прямо в столешницу. На сенсорном экране можно собирать пазлы, учиться, играть, рисовать. Развитие аматорики, изучение цветовой гаммы. Вот конкретно вот это направлено. Давайте еще раз спросим. Развитие воображения, развитие творческого воображения, даже развитие памяти. Еще одна модная тенденция – оборудование для игр с песком или водой. Кроме очевидного удовольствия, дети незаметно для себя развивают мелкую моторику, получают трудовые навыки и даже снимают стресс. В советское время в детских садах были в моде живые уголки. Теперь санитарные правила запрещают держать живность в группах. В современных детских садах тренд – вот такие вот уголки безопасности. Есть все для сюжетных игр. И вот такие вот автомобили, и светофоры. Светофор – большой помощник, лучший друг для всех в пути. Анастасия Косымова, Владимир Кондратьев, Сибинформбюро. Сегодня завершилось открытое голосование за лучший эскизный проект благоустройства площади 400-летия Тюмени. Своё мнение высказали более 20 тысяч тюменцев. Из двух предложенных идей почти 70% голосов отданы за вариант Владимира Суворова с фонтаном, парковкой и с пиралевидным строением, с обзорной площадкой и кафе. Именно этот замысел будет взят за основу при проектировании. В первую очередь у всех фонтан. Фонтан должен быть. Зелёные насаждения. Зелёные насаждения должны быть. Парковочные места. Это однозначно, потому что центр города. Вот эти три элемента, они должны каким-то образом в проекте быть отражены. Что касается фонтана, большинству горожан отдают предпочтение варианту со светом музыкальным оформлением. Проект своего дома, загородного, многие рисуют в мыслях, а самые целеустремлённые в реальности. Купить сегодня недвижимость на природе можно как квартиру в ипотеку. А для тех, кто хочет сам построить, подберут участок. Ориентиры в следующем сюжете. Свежевоздух, речка и собственный огород. О жизни с загородом мечтает, наверное, каждый житель областной столицы. Ради здоровья, ощущения свободы и неба. Весной загородная недвижимость иногда расходится с невероятной скоростью. Сейчас в нашей базе более 5,5 тысяч объектов загородки. Это и земельные участки, дома, коттеджи, таунхаусы. И эти цифры постоянно растут. Сейчас есть участки от 150 тысяч рублей. Можно подобрать землю уже с готовой дачи или с подрядом на строительство дома. Финансовый вопрос может помочь решить ипотека. Мы привыкли, что оформляют её обычно на покупку квартиры. Хотя есть кредитные программы, рассчитанные на загородный дом, участок или строительство коттеджа. Сегодня 5 банков позволяют оформить ипотечный кредит на покупку дачи. Те, кто хотят купить только земельный участок, уже могут воспользоваться услугами 6 банков. А те же, кто хотят приобрести коттедж или загородный дом, могут взять ипотечный кредит у 17 банков. Для клиентов этажей многие банки снижают ставки на 1%. Максимальный срок кредитования до 30 лет. А сумма займа в некоторых случаях может достигать и 75 миллионов. При этом первоначальный взнос нужен не всегда. Решение по вашей заявке на ипотеку специалисты подготовят минимум за один день. Тюменцы уже начали пользоваться таким предложением. Недавно мои родители взяли ипотеку в компании на земельный участок, плюс в дальнейшем строительство дома на нем. Площадь земельного участка составила примерно 16 соток. Сумма кредита 2,5 миллиона рублей. В среднем ежемесячный платеж 30 тысяч рублей. Для тех, кто любит экономить не только деньги, но и время, 16 марта пройдет традиционная ипотечная ярмарка в технопарке. А уже 30 марта мероприятие будет посвящено исключительно загородной недвижимости. Александра Сосновская, Сергей Мякишев, Сибинформбюро. Что касается цен на земельные участки, то самые дорогие сотки сейчас в границах города и на Червишевском тракте. Их стоимость 290 и 115 тысяч рублей за сотку соответственно. Сразу на 20 тысяч дешевле участки в районе Перевалова и Ушакова. Примерно такие же расценки в поселке Боровский. Близость озера Андреевского добавляет ценность. Больше всего предложений по направлению Салаирский тракт. Цена примерно 60 тысяч. А наиболее доступные площади на Стартобольском и Вележанском трактах. Есть свободные места по ДЖС в Нижнетавдинском районе. Около 45 тысяч сотка. Это средняя стоимость земельных участков. Она может меняться в зависимости от расстояния до города, наличия инженерных сетей, экологической обстановки и инфраструктуры. До открытия мясного фестиваля в Тюмени осталось два дня. Сегодня журналисты увидели, как готовят площадку для грандиозного мясного шоу. Так, на Цветном бульваре разметят 46 торговых павильонов. Под них будет задействована площадь в 2,5 раза больше, чем на Молочном фестивале, который прошел там же полгода назад. На Мясном базаре можно будет, например, попробовать правильно приготовленное мраморное мясо или побывать на мастер-классах именитых шеф-поваров. Также гости смогут купить и сопутствующие товары. Торговые ряды связаны с тем, что пригодится, скажем так, домохозяинам или домохозяйкам у себя на кухне. Соответственно, можно будет купить дополнительную литературу о том, как работать с продукцией мяса. Можно купить различный уровень ценовой, будет представлен посудой специальной для мяса. Будут различные аэро-грили. Будет специальный блок представлен со специями. Кроме мяса на гриле, на фестивале будут угощать и новинками. Курицу не простую, а в виде полуфабрикатов и в желе предложат тюменский бройлер. Карина Закирьянова знает, что такое вкус без ГМО. Расти птичка большая и только большая. Для этого тебе все условия. Температура, влажность, свет и, конечно же, сбалансированный корм, разработанный сотрудниками птицефабрики. Использование цельного зерна. Тем самым мы приближаем птицу к условиям естественной среды обитания, для того, чтобы она реализовывала свой генетический потенциал. А именно с 17 дня мы используем цельное зерно в составе рациона бройлеров. Сначала корм хранится в бункере, после поступает весовой дозатор зерна. И лишь после отправится в кормушку. Особый уход придает и особый вкус мясу тюменского бройлера. Грамотный уход и кормежка в итоге приносят свои плоды. На птицефабрике за один месяц производят 2200 тонн мяса. Из них 700 охлажденное, остальное – заморозка. Сюда же прибавьте 230 тонн колбас и различных деликатесов. Вся эта продукция популярна не только в Тюмени, но и в Челябинске, Омске и Нижневартовске. Почитатели стараются радовать и новинками. У нас выпущена линейка полуфабрикатов. Это котлеты, тефтели и палочки из мяса птицы. Готовится к выпуску федеральная марка Тройкурова. Это будут колбасные изделия, сосиски, вареные колбасы, ветчины. Это совершенно новый продукт, достаточно интересный. Очень надеемся, что он полюбится жителям города. Гурманы уже облюбовали мясо птицы в жиле и карпачи. Все это можно будет попробовать на фестивале «Мясной базар» 8 и 9 марта. Мы постараемся тоже удивить. У нас будут организованы очень много дегустаций. У нас будет много конкурсов, которые будут обязательно проводиться. И призы будут в виде продукции тюменского бролера. Мы постараемся сделать, чтобы это был праздник, чтобы было весело, интересно и детям, и взрослым. Приготовили покупателями особый подарок, но вот какой – это пока секрет. Карина Закирьянова, Александр Вележанин, Сибин, Форумбюро. Кстати, куриные супы – это по-весеннему. Самое время пересмотреть рацион питания. А дни аптечные витамины бодрости нам не прибавят. После долгой зимы врачи вот что советуют. Долой сытные супы типа борща. Переходим на легкие куриные, грибные и овощные бульоны со свежей зеленью. А на второе блюдо на пару. Рыба или курица в фольге – самое то. Мясо, конечно, можно, но лучше запеченное в духовке или нежный тушеный гуляш из говядины. Нехватку витамина С поможет восполнить зеленый салат, капуста, лимон и горох. На рынке стоит поискать и щавель – этот весенний король от бессонницы и плохого настроения. А чтобы салат стал супервитаминный, в него нужно добавить немного проращенной пшеницы. Из напитков, кроме натуральных морсов, весной полезно пить кефир, который богат кальцием и фосфором. За своим питанием не только весной, а круглый год следит наша гостья. Клиентка центра доктора Гаврилова – Наталья Клюева. Именно поэтому ей удалось похудеть на 36 килограммов. И подруга Ирина ее поддерживала. Здравствуйте, Наталья и Ирина. Здравствуйте. Вы у нас, Наталья, уже, если не ошибаюсь, не первый раз осенью были. Да. Как вы пережили зиму? Не прибавила ли она вам килограммов? Нет. Не тянула вас на пельмешки, пироги? Нет. Нет? Нет. Вы домохозяйка, да? Да, я домохозяйка. Вот как вы себя ограждаете, я не знаю, от холодильника? Как вам удается придерживаться на протяжении этого времени дробной системы? Ну, это цель поставленная жизненно необходимая. Поэтому 200 грамм, не больше, и через 3 часа. То есть порции ваши остались прежними? Да, остались прежними. Ирина, вы поддерживали Наталью. Вот вас первое время, вот эти вот порции, вас, ваших подруг, они не шокировали? Шокировали. Кажется, что это очень мало, и потом можно есть все, поэтому это очень удивительно. Но если есть система, по системе можно достигнуть вот таких результатов. Вы верили, что в Наталье получится? Ну, конечно, она человек целеустремленный, все, что она ставит себе цель, она добивается. Наталья, вот фотографии здесь, да, это вы вот как раз до обращения в центр? Да, до обращения в центр. Какой это размер был, и что теперь с этими вещами вообще? Ну, я половину вещей отдала, вот, часть перешила, потому что мне нравится перешивать вещи, вот. Но, конечно, я не хочу к этому возвращаться. Ну, естественно, естественно. Вот вам 36 килограммов, это очень много. Что изменилось в вашей жизни, кроме, я не знаю, вот этой вот легкости настроения, да? Уверенность в себе. То есть вы стали общаться увереннее с людьми? Да, я общаюсь увереннее с людьми, мне легко, и по здоровью мне очень хорошо. Вот, самое главное, здоровье, да. Самое главное, я тоже хотела спросить про здоровье, вы меньше стали к докторам ходить? Конечно, меньше. А потом у меня самое главное, снизился сахар. То есть у вас это... У меня сахарный диабет был, очень большой сахар показатель, а сейчас он у меня в норме. Вот скажите, вы сейчас самостоятельно придерживаетесь, ведь курс вы уже прошли, да, группу? Или вы можете в любое время, если есть какие-то проблемы... Если есть проблемы, звоните в центр Гаврилова, и там всегда помогут. Я часто звоню, когда у меня какие-то проблемы возникают. Ирина, у вас вот нет проблем, у вас прекрасная, замечательная фигура, но вместе с Натальей вы не захотели перейти на эту систему, или тоже немножко свой рацион-то поменяли свой? Тоже, да. Очень интересно, потому что вот именно по 200 грамм порции, я не знала, что обычно же диеты там это можно, это нельзя, а именно такая система, где через 3 часа по 200 грамм можно всё. То есть у вас тоже... Вы смогли бы, да, придерживаться такой схемы, да? Да, это легко, можно есть всё, ни в чём себя не ограничивать. Гораздо, мне кажется, эффективнее, чем вот люди садятся на какую-то диету. Весной хочется чего-то особенного в организме, не знаю, может быть, вот мне всегда овощей больше хочется. Ну, конечно, овощи, да. Овощи, да? Да, овощи. Вот все уже думают об отпусках, хоть зима у нас и задержалась. Вот на вашем примере, сколько за 2-3 месяца к лету мужчина, женщина может сбросить, чтобы... 10-15 килограмм. 10-15 килограммов. Да, да. То есть прямо как с куста, да? Да, да, да. Спасибо вам большое за ваш пример, я желаю вам удачи, чтобы дальше-дальше ваш результат улучшался. Приходите к нам ещё. До свидания. До свидания. Спасибо. До свидания. Ну, а те, кто хочет попробовать свои силы и присоединиться к клубу «Стройных», могут позвонить по телефону 612-008. Сейчас как раз идёт запись на 15 и 25 марта. Погреться на солнышке можно в литературно-краевическом центре. Мысленно переместиться в Таиланд, Китай и другие страны предлагают художница Татьяна Гамзина-Бахтий. Она бы ещё по Азии поездила, но иллюстрации ждут серьёзные издания. Наталья Жукова подробнее. Загадочные дали для Татьяны Гамзиной-Бахтий словно на ладони. Их она создаёт сама, рисуя книжные иллюстрации. Например, к изданию «Сказочная вселенная» Ефрема Левитана, который известен всем школьникам благодаря своему учебнику по астрономии. Сейчас Татьяна строит замки для артбука по заказу одного московского издательского дома. Там будет замок Ной Швейнштайн, Шамбор, замок Белой Цапли, который находится в Японии. Как иллюстратор она уже известна миру, как минимум издательскому. Недавно её работы включили в каталог 222 лучших молодых иллюстратора стран бывшего Советского Союза. Каталог сделан не только для самих участников, но в том числе и для редакторов, для издательств, которые смогли бы выбрать подходящего художника. Сама Татьяна выбирает путешествия. Именно в них видит источник для вдохновения, причём не только творческого. Продолжительные поездки расширяют кругозор. О мире, жизни и самой себе можно узнать много больше. Самое главное – купить билет в какой-то конец. Не обязательно покупать его обратно. Можно там подзадержаться, пожить какое-то время. Всё, что касается Китая и Таиланда – это очень дешёвые страны, которые позволяют задержаться и намного. Хотя художница бывала и в Европе, сердце творческой натуры покорила Азия. В первую очередь, конечно, менталитет, открытость, улыбчивость людей. Ну, сама природа просто шикарна. Ну, невозможно остаться равнодушным после того, как ты видишь чистейшее море, там какие-то безумные рельефы океанских волн. Месяц в Китае и на нескольких островах Таиланда провела с отличным настроением, маркерами и пастелью. Впечатление об эмоциональных персонажах и тропических пейзажах тут же наносило на бумагу. Они-то и легли в основу путевых заметок. Наталья Жукова, Евгений Проскуряков, Сибинформбюро. И на сегодня это всё. Хороших вам новостей и настроения. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»